У Анжелики Лужанской была все, большая семья, планы и это все разрушилось в один момент. Ничего хорошего у нее не было. Была только боль от потери, страдали только люди, которые ее окружали. В ее жизни стало присутствовать тусовки, алкоголь и это все тянуло ее на дно. В школу леди она пришла, чтобы получить шанс выбраться из этой пучины и увидеть светлую жизнь. Вика Лазутина уверена, что никому не нужна ни маме, ни бабушке и даже знакомым. Сама выбрала путь, который привел ее к алкоголю, сигаретам и агрессии. Отгородилась от всего внешнего мира. Надеется, что в школе леди ей помогут избавиться от того образа жизни, к которому она пришла. Костя Купер, она же Вика. Не знает, что такое родительская любовь и не знает, кто она. Всю жизнь она боролась с окружающими, с обстоятельствами и сама собой. Для нее норма драки, употребление алкоголя, воровать, жить на улице. Прятала себя за татуировками и отталкивала от себя людей, которые ее любили. Когда ей было три года, от нее отказалась родная мать. И она не верила, что может быть кому-то нужна. В школу леди пришла, чтобы научиться быть счастливой. Екатерина Ванышева запуталась. Она не знает, какой должна быть ее жизнь. Планы и мечты порушились невзаимной любовью, из-за которой у нее появилась неуверенность, недоверие к людям, и она больше не желает строить планы и мечтать. После окончания 11 классов она пробовала поступить на режиссера, но у нее не было ЕГЭ по литературе. Его она сдала на следующий год, но поступать не поехала. Спонтанно решила пойти на кассе пацанки и попала в школу леди. А все началось с того, что она поехала в Санкт-Петербург найти работу и жилье. Хотела начать новую жизнь. На собеседование так и не ходила, боялась, что откажут. Пришлось ей возвращаться обратно в деревню. Терять было нечего, и она отправила заявку на отчастие в шоу. У Натальи Гончаровой было много людей, которые пытались сломить ее и делали больно. И из нее выросло зло и обиженно чудовище. Она не доверяет людям. Хочет доверять людям и почувствовать себя девушкой, и чтобы кто-то о ней заботился. Приход на проект стал для нее единственным выходом и свариться от той похоти, которая у нее есть. Школу леди Алину Горб Романову привел ее образ жизни, который стал помехой для нормальной жизни и реализации планов. В первую очередь хочет избавиться от пагубных привычек, которые тянут на дно и помутняют рассудок. Отсутствие инстинкта самосохранения, которое может привести к необратимым последствиям для нее в жизни. Из этого дна у нее не получится вылезти. Нет веры к людям. Надеются и верят, что школа леди поможет измениться и видеть другие грани жизни. Слушай, спасибо вам за поддержку. Я очень ценю все, что вы делаете. Я вас очень-очень всех люблю. Поэтому не переживайте за меня, все будет хорошо. И я с вами, а вы со мной. Страх чужих недоверия, родных, отсутствие личной жизни, работы и боясь за дочь и ее будущее – это далеко не полный список того, к чему привел образ жизни Наталья Стрельникова-Соколова. Внешне она хрупкая, внутри опасная, в криминальных кругах. В последние 13 лет ее жизнь была связана с криминалом. Но она не хочет такой жизни для своей дочери. На проект пришла, чтобы измениться, и у ее дочери не было такого будущего, которое у нее хочет ради нее измениться и быть примером. Вера Дуванова до 18 лет была обычной девочкой-подростком, которая думала только о спорте и его учебе. Не курила, не пила, не употребляла наркотики. Но потом на нее напали. Пока пыталась сбежать, при самообороне ранила смертельно человека. После этого пыталась забыться, употребляла запрещенные препараты. Пришла на проект, чтобы измениться в лучшую сторону. Белли Кузнецовой-Словецкой, 18 лет, и она уже гроза района. Днем, когда спит она милая, ночью грозно. Открываясь человеку, ее предавали, бросали и обижали. Своё мнение отстаивают кулаками. Ксения Прокофьевна чувствует, что жизнь ей больше не нужна. Она одинока. Каждый новый день просыпается через силу и надеется на лучшее. Хочет стать нужной и полюбить себя такой, какая она есть. Кинофранк до 18 лет была примерной, но все изменилось из раскульного образа жизни. Бежала из дома. Алкоголь, наркотики и плохая компания привели ее в той жизни, о которой она мечтала. В школе леди хочет измениться и мечтает о светлой жизни. Вероника Жукова, проходя кастинг, подумать могла, что у нее получится его пройти. Никогда в себя не верила и не любила. Пришлось пройти через плохой алкоголь, наркотики и не то окружение. Потеряла родных людей. Обиды прошлого губили ее и пожирали без остатка. Самая яркая, самая красивая из жизни, радостная, это человек-картинка для инстаграма. Но за этим скрывается слишком много боли. Обиды, незнания, как жить и что делать дальше. Ранение, смерть отца, давление со стороны родных. Тальное чувство ненужности и аборт в 18 лет сломали асумитронин. Единственное, что приглушило боль, это наркотики, алкоголь и транквилизатор. Настя Петрова Петрухина пришла на проект, чтобы побороть свою агрессию и перестать решать все через физическую силу. Агрессия привела ее к одиночеству, но она не хочет этого и готова снять свои перчатки для того, чтобы быть счастливой девушкой, которая вызывает улыбку на лицах людей, а не страх в их глазах.